Ребята, всем привет! Добро пожаловать ко мне на канал! Я вас беру с собой в Бостон. Мы будем с вами делать дела, снимать влоги и лететь в самом лучшем бизнес-классе США. Ну, Кейси Нейстер так сказал, а мы пробуем и проверяем. Если вам интересно, продолжайте смотреть это видео. Нас поприветствовали на борту, целая экскурсия, минут на пять. У нас такие вот рукописные открыточки, добро пожаловать. Нам естественно, естественно. Дали очень крутой тревольный набор, в такой крутой косметичке идет с собой. Я рада, что у нас будет две. Дизайнер какой-то из Голливуда, все лоукал, все классно. Здесь косметика, супер меню. Я больше всего люблю, когда так вкусно кормят. Короче, очень круто, когда ты летаешь бизнес-классом, у тебя начинается отношение к путешествиям другое. Когда я путешествовала в 14-15 лет, мне все равно было. Я в плацкарте ездила постоянно и так далее. Сейчас, когда путешествия, это уже больше частичная тоже работа, потому что нам нужно в Бостоне снимать, навстречу идем. Вот этот вот полет бизнес-класса, он вносит все равно какую-то изюминку в перелет. Интересная вещь. Если вы посмотрите назад, сейчас я буду смешаться опять, там кабинки на одного, но их надо успеть занять. Но так как мы летим с Дмитрием, там, в принципе, это не так важно. Главное, что рядом, и главное, с комфортом. Погнали! Погнали! И традиционно. Тут так круто! И еще дали подушку. Вот это одеялко. И очень-очень мягкая подушка. Вообще. Надо работать, надо работать, надо работать, надо работать. Сейчас я очень обиделась на Ростелекон. Очень обиделась. В Питере вообще не могла загрузить видео. Они говорили, что провода в доме просерели, поэтому скорость будет такая. Даже мастер приходил. Прекрасно. До отеля 17 минут. 17 минут на обере. Добро пожаловать на East Coast. Ребята, завтра будет самое интересное. Доброе утро, ребятушки. У меня бостонский завтрак. Бостонский лук. Специально купленное платье для этого влога и для Бостона. В Бостоне можно красиво одеться и не смотреться немножко странновато. Потому что что? Все одеты красиво. У меня завтрак, американский капучино с almond milk, миндальное молоко и круассант с медом. Ребят, помните, все делала пост в Инстаграме, кто у меня есть в Гарварде? И в Гарварде оказался мой подписчик из Бразилии, который здесь исследователь. И мы пришли к нему в лабораторию, и он какой-то очень крутой. Он сделал дрон, который управляется AI, да, это как Artificial Intelligence, искусственный интеллект. И еще они уже летали на нем в стратосферу. Это как бы не ваш DJI-дрон, который снимает вокруг. Это прямо вот технологии. Это так круто. Ребят, идешь только по коридору, а тут душит. Это потому что тут много chemicals, этих химических элементов. И если нужно срочно промыть глаза, или срочно помыться, то сразу вы так шух, и вас моют в коридоре прямо. А это, ребят, Breaking Bad в Гарварде. Пожалуйста, здесь голубенькие белые. Вот как Гарвард реально зарабатывает деньги. Ребят, кто работает в лабораториях, у вас такой же порядок, только в Гарварде. Бардачелла такая. Мы с вами в столовой Law School, то есть юридической школы. А отсюда, между прочим, выпустился Кеннеди, Рузвельт, Обама, Джордж Бош. Ну, такие выпускники. Просто. И что они едят? Взяла себе сэндвич и чай. И чай. Можно вопрос? А почему столовая Гарварда выглядит лучше бизнес-зала в Сан-Франциско? По аэропорту. Нет ответов. Короче, ребят, потому что президенты все донатят, да, на самом деле университеты. Не то, чтобы сильно зарабатывали, хотя если у вас есть деньги, Гарварде учатся дорого. Но вот из-за того, что много пожертвований идет от Гарварда, вот такие вот столовые. Ну, это просто. Ну, вот я вспоминаю нашу столовку, родную, в подвале на Чайковского, эконом-фак, где оконцев нет. А там есть наверху такие дырочки, в которые ты видишь ноги в грязных ботинках, когда кушаешь. А вот это разница. А, я просто слабая. Что это такое? Они пестируют их реакции атмосферы. Пойдем. Что ж такое? Ты понимаешь, что надо знать английский язык, я буду чаще прилетать сюда, нужно общаться с людьми, задавать вопросы без переводчика. Да у тебя же получается, чего ты? Я знаю. То очень круто. Мы путешествуем в Чайну, и после я открылась логистическую компанию, и я живу в Чайне 5 лет. 5 лет? Да, в Гуанго. Позвольте что-то в чайном. Суга-сбит. Нет, нет, нет. Ты можешь разобраться, как я уже сказал. Ну ладно, давайте, погнали. Чтобы обучаться здесь бизнесу, нужно обязательно знать английский, правильно? Да, сто процентов. То есть нельзя приехать и убить двух зайцев, получить язык. Поучиться бизнесу и так далее. К сожалению, нет. Ребята, мы с вами в Гарвардской бизнес-школе. У Димы Портнягина на канале Трансформатор. Я рассказала подробно, как поступать. Поэтому переходите, смотрите. И Гарвардская бизнес-школа. Не забывайте, что номер один. Сейчас вам немножечко ее покажу. В Кока-Коле есть сахар и специальные вещества, которые помогают организму функционировать. Как только слабую силу воли не оправдывают люди, да? Чем умнее человек, тем изобретательнее отмазка. Вот так. Пойдемте купим Кока-Колу. Пойдемте купим Кока. Субтитры подогнал «Симон»